И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый видеоролик. Не получилось у меня в ближайшее время записать обзор по прошедшему уже обновлению, балансу в очередной раз наших интереснейших пушек. Поэтому сегодня врываюсь с таким вот видеороликом, в котором хотел бы пообозревать вообще пушечки, которые у нас обновились, поменялись, что-то понерфилось, что-то апнулось. И хотелось бы уделить время именно таки этому, наконец-таки я его нашел. И я бы вас, наверное, только бы попросил бы поддержать данный видеоролик. Если вам нравится, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ну и напишите комментарий вообще, как вы считаете, достойно ли произошло у нас обновление по изменению баланса вооружения. Ну а сегодня я пробегусь по каким-то определенным пушкам поменьше, по каким-то побольше. Конечно, больше уделю внимание грому страйкеру, потому что там более такие значимые, наверное, изменения у нас произошли. С громом так вообще там механика пушки абсолютно поменялась. И для меня это, конечно, вообще, можно так сказать, рип гром, хоть и кто-то, может быть, скажет мне, что гром сильно не изменился. Но для меня, по сути, когда пушку меняют под того же Гаусс, а Гаусс явно является сейчас лучше грома, то, по сути, это полнейший провал. И свою ценность определенную и механику пушка уже потеряла. А это значит, что толку играть, ну, абсолютно никакого с ней нету. Можно использовать просто Гаусса и продолжать с ней нагибать. Поэтому давайте обо всем по порядку. Давайте начнем, наверное-таки, с молота, с той пушки, которую сегодня я уже протестил. Там у нас есть обновление по дуплету. Дуплет все продолжают там нерфить, продолжают его как-то менять. Здесь, ну, ребята продолжают на нем играть, многим он нравится, потому что это является, наверное, одно из самых простых устройств в игре. И, грубо говоря, если ты даже играешь там с приваркой, то особо никакой сложности для тебя в этом плане нет. Ты можешь продолжать нагибать на данном вооружении, просто зажимая пробел, выдавая два выстрела и, например, какого-нибудь там хорька без резиста спокойно в ваншоте, даже если он будет на фолл расходке. Поэтому данное устройство нужно нерфить и тут, как говорится, нет никаких удивлений. И я вообще, в общем и целом, считаю, что было бы неплохо его занерфить как можно жестче, дабы игроки начинали на молоте использовать более разумные, интересные и скалозависимые устройства, а не дуплет, на котором, ну, ты, грубо говоря, ничего такого сверхъестественного не делаешь, как, например, можно сделать на том же слагере. Также на молоте у нас обновилось одно интересное устройство, которое называется Дыхание Дракона и с ним, честно говоря, у меня появились определенные уже мысли на сегодняшний день, буквально, наверное, где-то часик назад я его протестировал. Забыл записать сам тест, как мы советистам все это дело смотрели и проверяли. Но в чем фишка, друзья? Фишка вся в том, что теперь Дыхание Дракона, по сути, ничем не отличается от слагеря. Это устройство, на котором выключена сейчас кучность снаряда, это значит, что, по сути, молот стреляет так же, как стрелял молот первой версии выхода. То есть он стреляет на довольно большое расстояние, очень кучно и плюс с такой же быстрой перезарядкой, которая она у нас была изначально. В общем и целом мы имеем старый молот, только он с устройством и плюс у него есть горение, которое, ну, не сказать, что оно там сильное, но все же оно имеется. И если, например, танк не имеет у нас поджигания, о, вернее, какого поджигания резиста от жиги, то имеет смысл быть вообще его использовать и пытаться за счет него тоже как-то нагибать. Поэтому, грубо говоря, можно поставить между устройством с лагерь и устройством дыхания дракона равно, потому что кучность снаряда примерно одинаковая. Мы с овецом проверили, хотя даже в какой-то степени мне так показалось, что у дыхания дракона даже круче на расстоянии, если это все дело работает, овец меня убеждал в обратном. Плюс еще у дыхания дракона есть функция поджигания, поэтому если у вас имеется данное устройство, либо у вас есть кристаллы, вы не знаете, куда их потратить, я бы на вашем месте попробовал бы потестировать. И я думаю, что в ближайшее время тоже на стримах буду смотреть, тестить, ну, конечно, с тем страйкером, который сейчас тоже появился. Не знаю, получится ли у меня этим делом заниматься, понятное дело, что сейчас это в катке немножко подруинил, немножко там не особо жестко понагибал, но что касаемо страйкера, то я вам могу сказать, что я безусловно рад тому, что все же уран не хотят полностью убивать. Его сейчас дополнительно апнули к скорости снаряда, и сейчас, например, если вы сводитесь, выдавая две ракеты, то третий залп у вас, например, вот если сейчас я свожусь, ну, блин, у меня не получилось это сделать, давайте я в каком-нибудь более удобном моменте для себя еще сведусь, вот, например, здесь, то третий снаряд также быстро у нас летит, вот, после второго и сразу летит третий. Грубо, короче, теперь у нас на страйкере имеется три выстрела на данном устройстве, и, в принципе, это уже в какой-то степени тоже компенсирует то, что будет хоть какой-то минимальный смысл сводиться. На страйкере, как вы знаете, я данные устройства вообще обожаю, мне нравится страйкер, мне нравится уран, именно уран на страйкере, а не то, что я, там, любитель поиграть без никаких устройств. Я считаю, что это одно из самых скиллозависимых и тех самых устройств, на которых более сложно играть, но зато оно окупается большим сплэш уроном, плюс большим уроном за счет попадания по противнику. Поэтому я ставлю жирный плюс, и все эти ребята, которые, ну, возможно, в какой-то степени огорчились по поводу страйкера, расстроились из-за того, что он сейчас, ну, явно не такая имба, как был с той сводкой, на которой можно было нагибать с бустером в том же Джиггернауте, то я могу вам сказать, что по тихой грусти, я так понимаю, что все равно будут нас, это устройство, эту пушку апать, и не захотят ее полностью убивать, потому что, понятное дело, что хейта в эту сторону, в сторону разработчиков было после данного нерфа устройства довольно-таки большое количество. Что касаемо же грома, если уж сказать так более глобально, то я вам могу сказать одну простую вещь, это то, что я, честно говоря, расстроился. Я расстроился из-за того, что разработчики делают пушку идентичной новой пушке, и делают примерно всю такую же механику, только за исключением, наверное, сплэша урона, он там на громе чуть-чуть у нас будет побольше, но это, честно говоря, сильно ничего не меняет. То есть у нас был Гаусс, новая пушка, с новой механикой, с определенной задумкой, с крутым сплэш уроном, с отличнейшей, ну, не с крутым сплэш уроном, но с неплохим сплэш уроном, с отличнейшей сводкой, и со сводкой суперским просто сплэш уроном, да? И у нас берут и переделывают гром, тот самый любимый стандартный гром переделывают в похожую механику. Я еще удивлен, как к этому грому там не добавили сводку. А вот бы гром был бы со сводкой, на что вы бы тогда посмотрели? Три пушки со сводкой, как вам такое, а, друзья? Ну, глупо это все дело выглядит, и я, конечно, в этой степени, конечно, в каком-то роде очень сильно расстроен, и, по сути, не вижу теперь смысла никакого играть на данной пушке, хоть и раньше, как бы, особо так много не играл после выхода Гаусса, так я и вообще понял, что, как бы, не так уж и стоит использовать грома, а после того, как гром берут просто в наглую еще и нерфят, делают механику такую, как имеется уже у нового Гаусса, при том, что у Гауса есть отличнейшая сводка, отличнейший сплэш со сводкой, то встает вопрос, а какой смысл вообще у нас получается в этом громе имеется. Когда у тебя теперь уже немоментальное попадание по врагу, да, с расстоянием гром становится хуже, плюс там происходят какие-то другие дополнительные апы устройства, которые вообще мертвы, то есть смысла в громе определенно я сейчас не вижу, если, ребята, у вас, например, один-единственный гром имеется, либо вы думаете, что вам брать грома или, например, того же Гаусса, то я вам могу с уверенностью сказать, что лучше возьмите Гаусса, и вы на 100% поймете то, что это намного круче устройство и намного круче пушка, с которой, вернее, не устройство, а именно пушка, с которой вы сможете нагибать, и вам не стоит использовать грома, которые сейчас, откровенно говоря, ну просто в наглую начинают нерфить. Я надеюсь, что спустя какое-то время все равно этот у нас балансировочник, мастерский человек, который всем этим делом занимается, поймет, что стоит это все дело понимать, но имеем то, что имеем, и сейчас гром я не советовал бы вам использовать, а вот обратил бы внимание на тот же страйкер, обратил бы внимание на дыхание дракона. Попробуйте, сравните обязательно, и я думаю, что для себя вы какие-то определенные вещи с данным устройством найдете. Что касаемо дронов, то в данном видеоролике я не хотел их обсуждать, я хотел бы уделить отдельный видеоролик данному событию, потому что у меня есть что сказать, есть что сказать по одному даже дрону, который сейчас сделали явный имбой, я, к слову, на нем катаюсь, если кто заметил, тот красавчик. Поэтому в ближайшее время я постараюсь выпустить подобного рода видеоролик, только уже с обозреванием именно таких дронов, и пробегусь по всем этим эгибаторским изменениям, которые уже произошли, возможно, какие-то определенные вам советы тоже выскажу. Поэтому, если вам понравился видеоролик, вы его досмотрели до конца, то обязательно прожмите палец вверх, если вы еще этого не сделали, подписочку на канал можете также оформить, ну и не забывайте также нажимать на колокольчик, дабы не пропускать видеоролики, которые в последнее время выходят, ну, не так уж и часто. Также свое мнение можете написать в комментариях, будет интересно вообще почитать, что вы думаете по этому поводу. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем, ребят, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok